Итак, друзья мои, добрый день! Вы на канале Блогермен. Смотрите, у меня куча разных гаджетов от разных фирм, разных производителей. Также у меня есть здесь наушники беспроводные, да, это умные часы. Кстати говоря, кто знает, что это за умные часы, вот это вот и вот это вот, напишите в комментариях, как вы думаете, что это за умные часы. Так вот, обратился ко мне человек, у него не подключаются гаджеты. У него не подключаются наушники и умные часы. Так вот, почему так происходит, я в этом видео расскажу. Покажу, да, и расскажу о причинах, как их решить. Также я сейчас провожу опрос. Хотите ли вы, чтобы у вас телефон держал зарядку, внимание, батарею 15 часов. Фу, 15 часов, 15 суток, 408 часов. Это можно включить на любом Android телефоне. Не важно, Huawei Honor, Xiaomi Samsung, Realme, там что-то еще. Это все можно включить, вытащить эту функцию. Просто надо знать, как я могу снять видео. Если хотите узнать, как на вашем телефоне это сделать, напишите в комментариях, как называется ваш телефон. И ставьте лайк, если я увижу, что много кому это интересно по лайкам, я сниму продолжение такого видео. Также ставьте лайк, чтобы стоял. Это очень важно, ребят. У вас будет стоять и у меня будет стоять. Лайк должен стоять. Очень хорошо, когда стоит. Поверьте, проверьте. Реально у вас будет стоять и у меня. Я очень хочу, чтобы он стоял. Спасибо за взаимность и за общую заботу. Лайк должен стоять. Открываем наушники, во-первых. Убедитесь, что они хотя бы мигают. То есть, мигают они, значит, они ищут устройство. Они готовы к подключению, они вам сообщают. Таким вот образом. Если у вас они не мигают, возможно, они разряжены вообще. То есть, для того, чтобы подключить наушники, нам нужно их достать хотя бы для начала. То есть, не один наушник, так сказать, а два наушника. И потому что, если вы первый раз подключаетесь, пытаетесь подключиться, у вас это будет отображаться как единое устройство. Если вы два наушника вытащите. Если один, скорее всего, вообще не найдется. Включите Bluetooth, но не просто в шторке. Опа, видите, у меня он нашелся. Но не только в шторке, но и здесь в Bluetooth. Так, если вы не поняли, то идем взад. Еще раз идем взад и беремся за лупу. Вот видите, да? Вот она, хватаемся за нее и пишем здесь Bluetooth. Идем взад. Если вы хотите вручную все найти, ручками поработать немного, да? То ищем вручную Bluetooth. Если нет, то идем взад и беремся за лупу. Напишите, взялись ли вы. Я лично взялся сегодня. Вот, как вы видели, это уже не первый раз, честно сказать, я брался. Потому что я искал разные функции и удовлетворял свои нормальные потребности, да? То есть, почему нужно браться за лупу, я объясняю. Вот она. Беремся за нее для того, чтобы... Это безотказный вариант. Вот у вас не выходит, да? Вы беретесь за лупу и вам уже хорошо. Я так много лет жил и очень хорошо себя чувствовал. Вы находите функции, да, с помощью... Ну ладно, я просто пытаюсь объяснить все очень хорошо. Не знаю, зачем я это делаю. Многим, скорее всего, скажут, мне не нужна эта информация. Но я рекомендую браться за лупу все-таки. Ребята, смотрите, должны понимать меня, да? Мою, так сказать, агитацию, вот это вот, мое мнение. Нажимаем Bluetooth и включаем вот здесь вот. Его обязательно, не просто в шторке, а здесь. И он, в принципе, сразу находит наушники. Я нажимаю подключить. Удерживайте палец на сенсорной панели наушников 3 секунды. Видите, ребят? Я к этому сейчас уже пришел. Я удерживаю, допустим, 3 секунды вот здесь вот. Либо вот здесь вот. Либо вот здесь вот. У меня, в моем случае, да, это область, допустим, вот здесь. Или здесь. Вы просто держите вот так вот раз. И все. Ну, как написано, 3 секунды, да? Они у вас должны быть заряжены. Я напоминаю, у меня они разряжены. И, соответственно, у меня это сейчас сделать не получится. Ну, хотя я сейчас могу попробовать. Давайте я сделаю сейчас. Один наушник положу для удобства. И нажимаю. Опа! Ну, уже больше 3 секунд на самом деле прошло. Не выходит. Что такое? Такого быть не должно. Такого быть не должно. Ну-ка. Интересно прям получилось. Вот классно, что так получилось. Потому что я прямо сейчас, ребята, решу эту проблему. Прямо сейчас. Ждем. Честно говоря, таких проблем вообще не возникало. Первый раз такое у меня. Лично. Чтобы я вот... Они, короче говоря, не подсоединялись, да? Вот именно по такой причине. Как будто я загреб. Давайте еще раз попробуем. Оп. Раз. Подключение идет. Принять. Все. Подключено, ребята. Как мы решили проблему? Мы нажали... Ну, во-первых, загреб произошел небольшой, да? Это бывает. Это ничего страшного. Мы просто выходим и нажимаем еще раз подключиться. Раз. И держим просто. Просто держим, ребята. Давайте я вам продемонстрирую, что звук реально есть и все работает. Звук и вибрация. Идем в мелодию. И нажимаем. Сейчас. Так, не знаю, получится ли конкретно так. Давайте в браузер отправимся, посмотрим. Ну, пускай будет Google. Так. Музыка. Без. Ну, вот так вот. Чтобы завторские права. Проблем никаких не было. Нажимаю это. И сейчас, надеюсь, что будет какая-то музыка. Так. Ребят, все идет. Я подношу. Надеюсь, вам слышно. То есть, все, музыка играет. Все работает. Ну-ка. Да, ребят, все играет. Все. То есть, мы подключили. Как мы решили эту проблему? Классно получилось. Блин, я даже не ожидал. Не ожидал, что так получится, что они загребут. И я прямо на видео. Так вот. Реальная ситуация. Live, так сказать. Формат. Прям все покажу. Я прям в шоке, честно. То есть, в чем была проблема? Была проблема в том, что немного загреб. Решить эту проблему можно с помощью принудительной перезагрузки. Мы зажимаем кнопку включения-выключения. Ну, давайте покажу. Окей. Давайте покажу. Ну, я не стал решать так проблему. Я по-другому немного решил. Ну, в моем случае это было возможно. В вашем случае, может, невозможно. Вот так просто держим и все. Он перезагружается и сейчас войдет. Обязательно, да? Обратно. Ребят, понимаете, в чем дело? Нужно заряжать еще наушники вместе. Ну, короче говоря, вы помещаете их в футляр и заряжаете в футляр. Сначала заряжаются наушники, потом в футляр. Это очень удобно и вы не пропустите зарядку наушников, когда не полностью зарядится. Видите, мигает индикатор. Индикатор мигает. Индикатор и тут мигает. Мигают индикаторы. Видите, готово. Все. Окей. Все, он сразу подключился. Он готов к покорению вершин музыкальных. Все. С умными часами тоже абсолютно так это дело обстоит. Идем в настройки. Ну, давайте вот бипы подключим. Вот бипы у меня. И, соответственно, сейчас доступные устройства идут. Поиск доступных устройств. Ну, не забывайте, что Bluetooth, в принципе, разряжает ваш аккумулятор, да. Редко используемый. Ну, вот бипы слайд. Вот они, собственно говоря, у меня. Бипы слайд. Ну, не фит нужно установить, конечно же, да. И, соответственно, ребят, если у вас они используются, просто устанавливайте. Ну, давайте сейчас я покажу, как это делается. Опять же, да. Ну, честно говоря, такой лайф-формат, да, для меня, честно говоря, чуть-чуть диковатый, потому что, так, ну, ладно, я не буду это делать, потому что, блин. Сейчас это затянется минут на 30. Думаю, все понятно. Просто нажимаете подключение, устанавливаете Mi Fit, соответствующее приложение, да, и подключаете. Все, друзья, очень все просто, на самом деле. Очень все просто. Отключаем Bluetooth, чтобы не хавала память. И наушники ставим на зарядочку. Также не забывайте понажимать, да, несколько раз по сенсорной панели, либо у вас кнопочки, если не подключается. В принципе, это все советы, которые можно дать, думаю, в этом видео. Могу сделать продолжение, конечно же, да. Если хотите увидеть, ставьте лайк. Если вам видео помогло, напишите мне в комментариях. Если не помогло, также напишите в комментариях. Я постараюсь вам помочь и снять отдельное видео, для того, чтобы у вас все получилось. Подписывайтесь на канал Блогермен и ставьте колокольчик, чтобы когда выйдет новое видео, вы его, соответственно, не пропустили. Также обязательно, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их всегда в комментариях. И тогда у меня будет возможность помочь вам. Да, у меня есть возможность снять о любом телефоне видео, о любой проблеме видео, наушники. Не важно, что у вас за проблема, я могу снять видео вполне, если тема интересная. Да, я вижу, что у вас проблемы реально насущные. Так что задавайте вопросы в комментариях. А мы с вами, как всегда, безусловно, прощаемся. На то же время скоро, безусловно, и снова увидимся, ребят. Я желаю вам всего самого отличного, хорошего настроения. Удачи, друзья мои. И до скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok